Дело сегодня у нас флексогоны. Это изгибающиеся многоугольники. Мы на занятии сегодня рассматриваем шестиугольник и квадратный, четырехугольник. Соответственно, у каждого из вас есть полосочка. Полосочка в десять треугольников. Десять треугольников. Они равносторонние. Надо вырезать и по каждой складочке смять. После этого мы закручиваем точно там, чтобы получился правильный шестиугольник. Но у нас с вами есть такая хитрость. Отсчитали три и в одну сторону. Три на месте и оставшиеся пошли вперед. И оставшиеся пошли вперед. Дальше пересчелкнули и заклеили. Вот мы с вами сделали флексогон. Ну, соответственно, те, кто уже начали... Ну, давай, давай, давай. Да, это. Ну, пожалуйста. Вот так все-все, он говорит, приходит. Ну, вот, действительно, то, что мы с вами перевернули и начали, вот вначале обсуждали, как склеивать. Мы склеиваем не как колечко. Вот у кого там было... Ну, давайте, перестали шутшать. Вот, склеили не как колечко. Да? А я вам говорила, когда у нас пошел вот этот вот перевернули и... Что? Соответственно, это получилось вот так вот, да? Склеили. Вот так получилось. А этот, как правильного субдевочки увидели на первой парте, это лист миобиуса. И по-хорошему, такие же свойства будут, как и у листа миобиуса. Ну, давайте мы с вами потратим... Что? Мы с вами потратим один флексогон. Нужно что-то? Да? Вот так бывает. Значит, такое свойство. А свойство так, что если я поставлю на одной стороне точечку, вот здесь как раз удобно фломастер. Есть у кого-то фломастер? Мальчики, у кого там есть фломастера? Есть фломастер? Красный. Вот он лежит, красный фломастер. Так вот, смотрите. Свойства, свойства поверхности. Я взяла точечку, да? И пошла посерединке. И вот у меня фломастер сейчас обойдет всю мою полосочку. Вот видите? Не переходя на другую сторону через край. Вот он у меня. Неудобно становится. Но стараюсь. В общем, вот так, так, так. Дошел, дошел. И вот, видите, пришел. Вы видели? Вот ту же самую точку. Тогда у меня нигде я не переходила через край. Вот сюда не бегала, на вторую сторону. Замечательно. Если мы возьмем... Ну что, давай. Рать науки. Итак, значит, мы с вами... Жалко. Жалко. Нет? Ну хорошо. Итак, мы с вами говорили, что у нас получается, что нажимать будем через вершину, да? Вот здесь у нас, соответственно, расходятся. И если я через вершину нажимаю, то меняется не только цвет, но и узор. Так? То же самое. Нажимаем, меняется. Ну, в данном случае и цвет поверхность, и узор меняется. Это мы с вами нарисовали. Ну и теперь давайте убедимся, что в данном случае флексодон тоже обладает тем же самым свойством, да? Смотрим. Точку ставим. Вот я, видите, в центре поставила точку. И веду по центру. Опять подошла к центру. Но здесь, извините, будет неудобно. Поэтому я буду от центра к центру передвигаться. Ну, надо. Вот, видите, тоже я нигде не подошла к краю. Опять к следующему центру подхожу. Вот он, видите? Следующий треугольничек. Вот у меня полосочка, да, моя? Вот она у меня. Следующий. Вот он у меня. Вот я сама себе помогу. Помогу. Продевается не поможешь. Вот, видите? Выгнула. Вот он у меня идет. Опять к центру перешел. Опять идет. Ну, дальше я пролагаю себе путь. Помогаю. Опять идет. Так? Здесь. Вот, видите, центр? Так? Опять по центру идем. И, чувствую, уже перешли на следующий. Ага, вот у нас. По центру идем. Вот она, на полосочка. Там хорошо, Надеюсь? Видно. Всем видно? Да. Там, на него. Вот. Опять до центра. Центра. Вот. Центр отсоединили. Центр отсоединили. Так. Устанешь. Вот. Смотрите. Помните, откуда мы вышли? Сначала у нас был старт. И вот. Сейчас последним соединим. Видели? Значит, то же самое будет свойство. Значит, вы знаете, у меня тоже дома случай был, когда я довольна, ну, вот, мой поменьше сынули, да, был. И вот он очень нравился, например, с лентами углиуса клеить, разрезать, получать разные фигуры. И я прихожу и говорю, вот, тебя не было на кружке, а вот мы с ребятами на кружке флексагон делали. Вот. Он такой радостный, говорит, да что ты, мам, я тут столько наверту, говорит, сейчас, говорит, флексагон сделаю, так, взял, так это, и прихлопнул лентами гуссов. Ну, вот, если вы ее прихлопните, ну, она просто здесь развалилась, поскольку устает, да, а если ширина будет соответствовать, то у вас получится наш шестиугольничек. Понятно? Ну, дом потренирует. Раз, два, три, и вверх, посмотрите свойство. Потом раз, два, три, на месте. И оставшиеся четыре загибаем с другой стороны. Видите, как ручки пошли. А теперь замочек, слышите? Да? Вот он, перехрест идет. Зумейте. После этого перехреста вот этот треугольничек намажите клеем и сюда приклеите. Понятно? Вот у вас получится флексагончик. Опять же, будете брать, вот здесь, видите, вершинки, то есть наш шестиугольничек, это вот, видите, где раз проходит, два и три, да, щели. Вот эти щели окажутся наверху. Вы надавливаете на те вершины через одну. Вот так. Раз. Надавили. И вот он у вас вывернулся. Понятно? Итак, сначала делаем простую раскраску, а потом, как я вам говорила, каждый треугольничек визуально у нас на три равные части от центра, да, и, соответственно, рисунок. Опять же, посмотрите, рисунок через одну. Если вы в центре сделали цветочек, да, то по краям можно нарисовать ромбики, и тогда через одну взятые вершины, да, они сложатся в звездочку. Через одну взятые в сектор круга, да, сложатся в полный круг. Ну, давайте, мы пока с вами, так, вот здесь вот этот вот треугольничек, твоя полосочка, да, так, а кто не понял, я подойду лично. И вторую, да. Значит, смотрите, если у вас, кто, у кого нет ножниц, попросите у тех, кто уже вырезал. Итак, с одной, с другой переклёст, да, правильно, клиньте. Есть ли, нет? Всем поможем, вот, видишь, туда, раз, вот сюда. А, вот эти вот части вот тут. Да, вот они будут потом открывать. Другая организация, так нам не касается. А, соответственно, такой сочет, тоже хорошо. Так надо открывать, а если ищут. Вот, восьмой класс, нам души пасеков не хватает. Вот, и там, кстати, можно было посмотреть, а то у нас ищут, потому что у вас есть, здесь, конечно, есть, здесь, 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 да, без другой страны. А теперь давай, держи свой, а я на его покажу. Берем, подожди, а подожди пошла, мы с собой вместе, одна команда. Итак, вот видишь, где эти щелчки, раз, два, три, да, они должны остаться по нашей схеме вверху, да, а вот на эти вершинки через одну держим, нажимаем, видишь как, нажимаем, и вот у нас получилась вот такая стрела. Да, молодец, а мы сейчас все сложим, и вот мы раз и раскрыли, да, вот здесь, вот, чуть-чуть она где загибается, можно просто ручками поправить, потом, когда несколько раз сделаешь, вот, видишь, у тебя чуть-чуть не пришло туда, где стояло, ну, это ничего, это абсолютно не страшно, чуть-чуть, так, и еще раз, смотри, вот видишь, нажимаем на те вершины, которые через одну стоят. А здесь выворачиваешься, да, и а здесь, видишь, а это пошло, щели, и у них появляется новый квадрат. Мы из прямоугольного листа бумаги, да, из прямоугольного листа бумаги, сделали квадрат, напоминаю, кто не помнит, да, можно отогнуть, лишнюю часть отрезать, после этого квадрат, да, вот уже отрезали квадрат, сейчас сделай, да, пополам, пополам, и еще раз пополам, но лучше всего сначала разогнуть, чтобы не накапливалась ошибка, и после этого еще раз пополам согнуть, и тогда действительно будут ровные четвертинки уже. Опять же, не, тут главное не спешить, не жалеть времени, да, опять разложили, и опять сложили, но уже если шло вертикально, то следующие пойдут горизонтально. Опять разложили, и пополам сложили. Конечно, это надо делать на столе, просто чтобы всем в аудитории было видно, то я держу на весу. А так, конечно, это надо делать на столе, надо прижимать, можно карандашом, можно ножницами. Вот мы с вами сделали. Теперь нам нужно, нам нужно сделать рамочку, позволь, да, ну вот не обязательно расчерчивать, но нам нужно сделать рамочку, да, нам нужно сделать рамочку, и вырезать квадрат в центре. Для этого мы делаем так, то же самое, чтобы не забыть, для памяти, нам нужно вырезать центральный квадрат, поэтому его взяли, и больше не отпускаем. Сложили еще раз пополам, центральный не отпускаем. Мы будем вырезать именно вот эту четвертинку. Берем ножницы, и здесь, смотрите, надо, цель наша не в том, чтобы отрезать просто ровно, а если у вас заходит чуть-чуть к краю, потому что, когда у вас будет сложен флексагон, то, соответственно, если вы ровно разрежете по линии, вот как вот черпят некоторые стараются, то будет большая погрешность, и неудобно будет крутить. Поэтому прям чуть-чуть отступили, вот, и вырезали чуть-чуть больше. Вот видите, у меня вот здесь прошло сгиб, а я чуть-чуть, прям, ну, в миллиметр два отступила. И то же самое здесь. Буквально миллиметр второй надо отступить и вырезать. Что у нас тогда получится? У нас получится рамочка, и вот этот квадратик, который был внутри. После этого, вот дальше уже, что называется, из разряда чуда. Но я попробую рассказать. Итак, накладываем, сгибаем так, чтобы была половинка. Нам в результате нужны будут, вот тут девочки уже сделали, вот такие дверцы. Ну, вот такие дверцы. Ну, вот у нас квадратик, да? Две половинки в разный цвет. А для того, чтобы переворачивался, вот здесь на несколько сложений будут квадратики. Поэтому, что мы делаем? Берем, вот сюда складываем, а вот эту створочку в другую сторону. В другую сторону. Итак, вот на себя, от себя. Дальше, вот здесь должно быть их четыре, поэтому вверх. И как бы насаживаем на забор. Воружка. Еще раз. Первая часть, понятно. Еще раз. Первая часть. Первая часть загибаем. Вторая часть. Вот здесь должно собраться четыре квадратика. Соответственно, раз, два, сейчас, минуточку. Ну, вот, понятно ли. Вот кто спицами вяжет, точно знаю. Все поймут. Смотри, вот сейчас кто-то правильно вяжет. Попробуем. И расправили. Просьба. Отснимаем. Я взяла. Да? Подожди, подожди. Можно листик, можно листик, можно листик, можно листик, как-то стучать, да? Еще раз мы взяли. Еще раз. Раз, два, три, и четыре. Раз, два, три, и четыре. Это где-то вот здесь надо расправить в многоугольники. Чтобы большая багажность не собирала. Для этого должен быть шестиугольник квадрат. И квадрат. Четырех. Вот у вас. Соответственно, у каждого из вас есть полосочка. Полосочка в десять треугольников. Десять треугольников. Они равносторонние. Надо вырезать. И по каждой складочке смять. После этого мы закручиваем точно там, чтобы получился правильный шестиугольник. Но у нас с вами есть такая хитрость. Да? Отсчитали три. И в одну. Три на месте. И оставшиеся пошли вперед. И оставшиеся пошли вперед. Дальше. Перещелкнули. И заклеили. Вот мы с вами сделали лесо. Ну, соответственно, те, кто уже начали... Ну, давай, давай, давай. Ну, пожалуйста. Вот как все-все вам говорит приходит. Ну, вот действительно, то, что мы с вами перевернули и начали, вот изначально обсуждали, а как склеивать? Да? Мы склеиваем не как колечко. Вот у кого там было? Ну давайте, перестали шутшать. Вот, склеили не как колечко. А я вам говорила, когда у нас пошел вот этот, перевернули и что? Соответственно, это получилось вот так вот, да? Склеили. Вот так получилось. А это как правильного субдевочки увидели на первой парте. Это лист мёберуса. И по-хорошему, такие же свойства будут, как и у листа мёберуса. Ну давайте мы с вами потратим, что? Мы с вами потратим один фликсогон. Нужно что? Да? Вот так бывает. Значит, какое такое свойство? А свойство так, что если я поставлю на одной стороне точечку, вот здесь как раз удобно фломастер. Есть у кого-то фломастер? Мальчики, у кого там есть фломастера? Есть фломастер? Красный. Вот он лежит, красный фломастер. Так вот смотрите, свойство поверхности. Я взяла точечку, да? И пошла посерединке. И вот у меня фломастер сейчас обойдёт всю мою полосочку. Вот видите? Не переходя на другую сторону через край. Вот он у меня. Неудобно становится, но стараюсь. В общем, вот так, так, так. Дошёл, дошёл. И вот видите, пришёл. Вы видели? Вот ту же самую точку. Когда у меня нигде я не переходила через край. Вот сюда не бегала, на вторую сторону. Замечательно. Если мы возьмём... Ну что, давай. Рать науки. Итак, значит, мы с вами... Жалко. Жалко. Нет? Ну хорошо. Итак, мы с вами говорили, что у нас получается, что нажимать будем через вершину, да? Вот здесь у нас, соответственно, расходятся. И если я через вершину нажимаю, то меняется не только цвет, но и узор. Так? То же самое. Нажимаем, меняется. Ну, в данном случае и цвет поверхность, и узор меняется. Это мы с вами нарисовали. Ну и теперь давайте убедимся, что в данном случае флексодон тоже обладает тем же самым свойством, да? Смотрим. Точку ставим. Вот я, видите, в центре поставила точку. И веду по центру. Опять подошла к центру. Но здесь, извините, будет неудобно. Поэтому я буду от центра к центру передвигаться. Но надо. Вот, видите, тоже я нигде не подошла к краю. Опять к следующему центру подхожу. Вот он, видите? Следующий треугольничек. Вот у меня полосочка, да, моя? Вот она у меня. Следующий. Вот он у меня. Ну, я сама себе помогу. Открывается, не поможешь. Вот, видите? Выгнула. Вот он у меня идет. Опять к центру перешел. Опять идет. Ну, дальше я пролагаю себе путь. Помогаю. Опять идет. Так? Здесь. Вот, видите, центр? Так? Опять по центру идем. И чувствую, уже перешли на следующий. Ага, вот у нас. По центру идем. Вот она у нас, полосочка. Там хорошо, Надеюсь? Видно? Всем видно? Да. Вот. 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 Опять до центра. Центра. Вот. Центр отсоединили. Центр отсоединили. Так. Устанешь. Вот. Смотрите. Помните, откуда мы вышли? Сначала у нас был. Стар. И вот. Сейчас последним соединим. Видели? Значит, то же самое будет. Вот. Значит, вы знаете, у меня тоже дома случай был, когда я довольна. Ну, вот. Мой поменьше сынули, да, был. И вот он очень нравился, например, с лентами обливаются клеить, разрезать, получать разные фигуры. И я прихожу и говорю, вот, тебя не было на кружке, а вот мы с ребятами на кружке флексагон делали. Вот. Он такой радостный. Говорит, да что ты, мам? Я тут столько наверту. Говорит, сейчас, говорит, флексагон сделаю, да? Взял, так это, и прихлопнул. Ленту Мегуссов. Ну, вот, если вы ее прихлопните, ну, она просто здесь развалилась, поскольку узкая, да? А если ширина будет соответствовать, то у вас получится наш шестиугольничек. Понятно? Ну, дома потренируйтесь. Ну, не хлопайте, в всяком случае посмотреть свойства можно. Так что, на самом деле, мне очень приятно, что ты, во-первых, как говорится, ради науки, ради науки. Ну, и во-вторых, что действительно эта тема очень интересна и все взаимосвязано. Разумеется. 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 Так, ну и у нас с вами последний. А вот с этим мы уже так не сможем сделать, потому что мы хотя и перекручиваем, но у нас не было, что мы перекручивали на другую. Так, где-то у нас, ваше помощь-то, да? Значит, чтобы была другая сторона, да? Поэтому в данном случае, что мы делаем? Квадратный. Мы из прямоугольного листа бумаги, да? Из прямоугольного листа бумаги сделали квадрат. Напоминаю, кто не помнит, да? Можно отогнуть, лишнюю часть отрезать. После этого квадрат, да? Вот уже отрезали квадрат. Сейчас сделай, да. Пополам. Пополам. И еще раз пополам. Но лучше всего сначала разогнуть, чтобы не накапливалась ошибка. И после этого еще раз пополам согнуть. И тогда действительно будут ровные четвертинки уже. Опять же, не... Тут главное не спешить, не жалеть времени, да? Опять разложили. И опять сложили. Но уже, если шло вертикально, то следующие пойдут горизонтально. Опять разложили. И пополам сложили. Конечно, это надо делать на столе. Просто, чтобы всем в аудитории было видно, то я держу на весу. А так, конечно, это надо делать на столе. Надо прижимать. Можно карандашом, можно ножницами. Вот мы с вами сделали. Теперь нам нужно сделать рамочку. Позволь. Да. Ну вот не обязательно расчерчивать, но нам нужно сделать рамочку. Да? Нам нужно сделать рамочку. И вырезать квадрат в центре. Для этого мы делаем так. То же самое, чтобы не забыть, для памяти нам нужно вырезать центральный квадрат. Поэтому его взяли и больше не отпускаем. Сложили еще раз пополам. Центральный не отпускаем. Мы будем вырезать именно вот эту четвертинку. Берем ножницы. И здесь, смотрите, надо... Цель наша не в том, чтобы отрезать просто ровно. А если у вас заходит чуть-чуть к краю, потому что, когда у вас будет сложен флексагон, то, соответственно, если вы ровно разрежете по линии, вот как вот черпят некоторые, стараются, то будет большая погрешность. И неудобно будет крутить. Поэтому прям чуть-чуть отступили. Вот. И вырезали чуть-чуть больше. Вот видите, у меня вот здесь прошло сгиб, а я чуть-чуть, прям, ну, в миллиметр два отступила. И то же самое здесь. Буквально миллиметр второй надо отступить и вырезать. Что у нас тогда получится? У нас получится рамочка и вот этот квадратик, который был внутри. После этого. Вот дальше уже, что называется, из разряда чуда. Но я попробую рассказать. Итак, накладываем, да, сгибаем так, чтобы была половинка. Нам в результате нужны будут, вот тут девочки уже сделали, вот такие дверцы. Ну, вот такие дверцы. Ну, вот у нас квадратик, да, две половинки в разный цвет. А для того, чтобы переворачивался, вот здесь на несколько сложений будут квадратики. Поэтому, что мы делаем? Берем, вот сюда складываем, а вот эту створочку в другую сторону. в другую сторону. Итак, вот на себя, от себя. Дальше, вот здесь должно быть их четыре. Поэтому вверх. И как бы насаживаем на забор. Ворожка. Еще раз. Первая часть, понятно. Еще раз. Первая часть. Первая часть. Загиваем. Жесть. Вторая часть. Вот здесь должно собраться четыре квадратика. Соответственно, раз, два, сейчас, минуточку. Ну вот, понятно ли. Вот кто спицами вяжет, точно знает. Все поймут. Смотри, вот сейчас кто-то правильно вяжет. И расправили. А как я сделала... Подожди, подожди, подожди. Давай мы сейчас... Можно листья, можно листья, меньше они станут. И здесь тоже. Вот большой, сейчас мы на большом. Раз. Вот видишь, у тебя там, это, три. Должно быть два и два. Четыре квадратика. И выравниваешь. Ну, конечно, чем меньше, тем равнять тяжелее. Вот, видишь, не должен повторить. Вот у тебя квадратика. Здесь раз. И дальше будешь расправить. А он прям будет... Не знаю, как... Начало в эту сторону, а потом в эту. Еще раз. Нет, нет, нет. Подожди. Одну в эту, другую в другую. А теперь на него нужно вот этот треугольник и перевернуть. Правильно? Да. Все, перевернули. Теперь следующее. Опять с этого. Да? А с этого тоже самое. Да, тоже самое. На ту сторону вывести. Да? Раз. Туда. Два. И перевернуть. Вот оно, да. Тут, видишь, оно и бывает. Вот это, видишь, пока выворачивали, оно само запрыгнуло. А так не должно. Вот так, да? Ну, поправили. Ничего не прошло. Да? Да? Ничего. Ничего не прошло. Продолжение следует...